Когда я женился, родители жены не купили ей приданого. То, что ей приданное собрали родственники деньги, ее родители потратили. И мне пришлось купить вместо них какую-то часть. И потом они сказали, что после свадьбы вернут мне мои деньги. Вот уже прошло два года. Я ждал, пока они сами вернут. Год молчал. И когда мне нужны были срочно деньги, они меня кормили завтраками. Имею ли я право вымогать эти деньги у этих людей, если они не хотят вернуть, не работают, чтобы возвращать. Но я сам эти деньги в момент свадьбы взял в долг. Дайте мне совет, как быть. В общем, в Исламе, когда человек женится, он сам дает махар. Придание называют его, да? Махар. И мущество дает для жены. Он сам. А жена, поэтому ничего не должна покупать. Все есть, есть, нету. А так, что она была обязана купить какие-то, например, сейчас у нас в Дагестане такая традиция. Например, у некоторых, каждый понятный отдел разный. У некоторых есть жена должна весь дом обставить. Да, ты дом даешь, она мебель. Да, да, мебель вставит полностью. У кого-то, некоторым это вообще трудно, это делается. Долги залаживают. Долги залаживают, потом годами не могут и долги оплачивать. Некоторые даже кредиты берут. Да, да, вот такие, это не от ислама. Замуж ты берешь, у нее должен быть дом. Ты обеспечиваешь, ты приведешь ее в свой дом. А чтобы жена должна покупать, это то, а я это покупать. Такого нет в исламе. Но здесь, как говорится, передание. Но там родственники собрали. Отдали, значит, это ее деньги. Для нее уже их продали. А ее родители стратили куда? На свадьбу. Они должны были так делать тоже. Это ее вещи. Если потом, когда купить хотели, если он их деньги отдал, долг к ним, то они должны вернуть ей деньги. Потому что не за то, что передание должны быть. Передание не они же купили. Это родственники собрали деньги, отдали ей. А ее деньги они истратили. Родители истратили. Потом родители с него взяли деньги и купили мебель, то, что она хотела, купила. Получается, он родителям отдал долг. Из-за этого родители должны деньги вернуть. А так вымогать, я не понимаю. Если они родственники, если родители твоей жены, как можно с ним вымогать деньги? Если не получается, надо, конечно, чтобы они заработали, отдали. А так как-то их заставляют или что-то делать. Если у них есть имущество продать, например, то они должны продать, отдать эти деньги. Если нет, то, кто облегчит тому человеку, который попал в трудности, в долгах, Аллах его тоже облегчит. Надо дать ему преимущество, чтобы они отдали. Если они дают, и не говорят, завтра дадим, ну, значит, у них намерение сдать. Тем более родственник снег усугубляет, с ним родственник снег испортит. За эти деньги этого не стоит. Что-то собру делать, чтобы они дали. Им тоже на всех отделат. Красиво, хорошо, что я долг взял, я долг попал. Постарайтесь, да, верните мне это тогда. А так, это обычаи, которые тяжесть. К чему приводит? Да. Нету. И одежду, и все для жены должен покупать муж, будущий муж. А так, чтобы излишне заезжать долги, покупать такие вещи, мебель или что-то, это является не из религии. Такого нет в нашей религии. Из-за этого облегчайте браки. Легче сделать брак, чтобы было легче замуж выходить и легче жениться. И когда вы даете замуж, тоже смотри, за кого вы даете. А так, это должны смотреть. А так, на имущество смотреть. Потом получать замуж, вторую дочку выдать замуж, они еще думать не хотят, столько расходов за первую дочку у нас ушло, столько у нас денег нету, надо два-три года ждать. Люди сами себя затрудняют. Из-за этого наша религия легкая. Я облегчил это. Из-за этого не затрудняют эту религию, кроме как эту религию выиграл, чем он. Здесь тоже сейчас случилось то, что случилось, но они долгу сейчас должны деньги вернуть. Аллаху Аля. Багеда. Пока. Потом. Там. Ты Że says it's the birbirique. He encant業.